Продолжение следует... You ready to start? Can we turn the mic? Can you hear it? Yeah. Okay. Microphone, you can't hear them? I can't hear them. Hare Krishna. Hare Bhava. Did you try logging in again? I couldn't get it last night. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bhava. Somebody talk. Can you hear me? Hare Krishna. Can we try logging in again? Yeah. Logging in to them, do you mean? Yeah, turn it. Leave the meeting. They don't hear you. Leave it. I don't know. I don't know. Hare Bhava. Hare Bhava. Hare Krishna, Guru Dev. Hare Krishna. No. 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 Pvtko. Why. No. 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 у нас тот раз не было как это не было прошлого суббота не было я а не было да а это у этого перепутала да тогда 17 поздравляю вас мать жива чачи дебютом переводить махарас подкидывается а и и а и и и и ари Продолжение следует... 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 А вот он не получает аудио в своей носите. Он переключился Харикришна 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 Гурдив Гурдив Гуру Махарад Can you hear us? I can hear you. Can you please stop talking? Харикришна Are you okay? Yes. Am I audible? Yeah, you're audible. Yeah. Very good to start. Are you going to translate today, Kirtina? Yes, I would love to to serve you, Гурдив Махарад. No? Yes, I'm if you please, I'm going to translate today. Okay. Which text are we on, do you know? 17. Mantra 17. Oh, Mantra 17. I'll play. Okay. Om Magyanat Marandasya Ghananjana Shalakaya Jatsura 21. Jatsura Militanyena Tesmai Shri Gurave Namah Vanchakaupata Arubhyasya Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. So we're going through the Shri Isha Pani Shad, and today we're going to read mantra number 17. So we're going through the Shri Isha Pani Shad. Today we're going to start mantra 17. Vayur Anilam Amritam, Atitam Bhashmantam Shari Ram, Om Krato Smara 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 Пусть это бренное тело сгорит до тла, пусть дыхание жизни сольется с воздушной стихии. Теперь, мой Господь, пожалуйста, вспомни все мои жертвы. И поскольку все в конечном счете предназначено для твоего наслаждения, вспомни, пожалуйста, все, что я сделал для тебя. Бренное материальное тело есть не что иное, как внешняя оболочка души. В Бхагавадгите 2.20 ясно сказано, что после смерти материального тела живое существо не уничтожается и не утрачивает индивидуальность. Живое существо при всех обстоятельствах сохраняет свою индивидуальность и форму. На самом деле формы лишена материальная оболочка, потому что она приобретает свои очертания в соответствии с формой неуничтожимой личности. Вопреки мнению людей со скудным запасом знаний, в своем изначальном состоянии все живые существа обладают формой. Эта мантра подтверждает, что живое существо продолжает существовать и после уничтожения материального тела. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. И он говорит о том, что тело временно. И он говорит, пусть это тело сгорит оттла. И это, конечно же, с течением времени, когда тело умирает, оно в итоге превращается в прах. И он говорит, пусть дыхание жизни сольется с воздушной стихией. Итак, при жизни в теле присутствует оживительный воздух. И когда тело умирает, оживительный воздух сливается с воздушной стихией. И переданный молится Господу, и он просит его, пожалуйста, вспомни все мои жертвы. Итак, в момент смерти мы более отчетливо осознаем, что мы сделали в течение жизни. Итак, это естественно, что кто-то может так молиться Господу, просить его, пожалуйста, вспомни. Все, что я сделал для тебя. Так, вспомни, как я пытался тебе служить. И преданный молится Господу, что все, что я сделал, было для твоего полезного. Поэтому, пожалуйста, помните все, что я сделал для тебя. И преданный молится Господу, так как ты верховный наслаждающийся, все, что я делал, это все было для твоего наслаждения. Пожалуйста, вспомни это. Дальше, когда Прабхупад начинает свой комментарий, говорит о том, что тело не есть ничего иное, как внешняя оболочка души. И в конце жизни материального тела, живое существо не уничтожается. И это подтверждается выводом в Бхагавадгите во второй главе, в самом начале, когда Кришна начинает уничать Арджуну. И Господь Кришна говорит, что душа не рождается и не умирает. Он не теряет свою личность. Он не теряет свою личность. Он вечно индивидуальный. И самое первое, что Кришна говорит Арджуне, это не было такого времени, чтобы не существовали ни я, ни ты, ни эти цари. И никогда такого времени не будет. И живое существо, все мы живые существа, мы обладаем индивидуальностью. Или это индивидуальность вечная. Может быть, в России тоже. У вас есть ваша личность. Да? В России есть документ подтверждающий вашу личность. Да. Конечно, это индивидуальность. Но это индивидуальность потратительности. Причем, который понимает, что мы придумали, что мы не можем получить усилия. В России, мы пользуемся. Это документ, который подтверждает личность, он относится к нашему телу, нашу индивидуальность, паспорт, например. Но есть также у нас вечная, это временная, а есть и вечная индивидуальность. Живое существо никогда не умирает, и поэтому мы являемся вечными индивидуальностями. И как индивидуальные живые существа у нас есть это отличие. И Прабхупад говорит, что индивидуальность живого существа никогда не бывает безличной или бесформенной. Но материальное тело, оно не обладает формой. Оно приобретает форму у живого существа. У каждого живого существа есть какая-то изначальная форма. И Шрифа Прабхупада говорит, что эта мантра подтверждает то, что живое существо, продолжает существовать, даже после того, как уничтожается материальное тело. Многие люди не знают об этом. Они думают, что все заканчивается со смертью материального тела. Однажды Шрифа Прабхупада приехал в Москву и встретился там с профессором Катовским, который был профессором Московского университета. И Прабхупада говорил о реинкарнации, о том, что душа покидает тело во время смерти. Он покидает тело и переносится в другое тело. И когда профессор Катовский услышал это, он не мог в это поверить. И тогда сказал Прабхупаде, что все заканчивается с концом материального тела. Прабхупада был шокирован, что профессор не принимает личной природы души. Он был профессором, но он не мог принять учение о душе. Но из этой мантры становится ясно, что душа продолжает существовать, даже когда умирает материальное тело. В материальном мире материальная природа с удивительным мастерством создает различные виды тел для живых существ, соответствующие их склонностям к чувственным наслаждениям. Тому, кто хочет питаться испражнениями, природа дает материальное тело, которое идеально приспособлено для поедания испражнений. Тело свиньи. Тот, кто хочет питаться плотью и кровью других живых существ, может получить тело тигра, наделено необходимыми для этого клыками и когтями. Человек, однако, не создан для того, чтобы питаться мясом или испражнениями. Даже самым примитивным из людей не приходит в голову есть экскременты. Зубы человека хорошо приспособлены для пережевывания фруктов и овощей. Но людям даны также два клыка, позволяющие тем из них, кто находится на низкой стадии развития, употреблять в пищу мясо. Али Кришна. Хорошо. Прабхупада описывает, как материальная природа создает различные материальные тела для разных живых существ. Прабхупада описывает о том, как материальная природа создает различные материальные тела для разных живых существ. There are 8,400,000 different species of life. So, everyone can get a body according to their desires and qualifications. И каждое живое существо может получить тело в соответствии с своими желаниями и квалификациями. So, examples are given about the pig which eats stool. So, some living entities actually want to eat stool, so they get the body like a pig. And some other people, they like to eat blood and flesh, so they get a body like a tiger. So, then Prabhupada talks about the human being, how the human being has teeth, which are made not to eat meat, but they're made to cut and to chew fruit. And vegetarian food stuff like grains and beans and so on. Прабхупада говорит о человеческих живых существах, о том, что некоторые клыки, чтобы есть мясо, но они могут не есть мясо, а питаться фруктами или зерном. And even two special teeth are there for people who may want to eat meat. So, человек не нужен для того, чтобы питаться мясом, но если кто-то хочет, у них есть. Для этого человеку даны особые зубы, какие, чтобы осуществить это желание. Поехали, читай больше. Но как бы то ни было, материальные тела и животных и людей чужды живому существу. Они меняются в зависимости от того, какое чувственное удовольствие оно желает получать. В процессе эволюции живое существо меняет одно тело за другим. Когда весь мир был покрыт водой, живые существа получали тела, приспособленные для жизни в воде. Затем они перешли в растительную форму жизни. Из растения живое существо превращается в червя. Из червя — птицу, из птицы в животное, а из животного — в человека. Человек, обладающий совершенным духовным знанием, находится на самой высокой ступени эволюционной лестницы. А вершина развития духовного сознания описана в данной мантре. Человек должен оставить материальное тело, которому суждено обратиться в пепел, и позволить дыханию жизни слиться с вечной воздушной стихией. Живое существо действует в своем теле благодаря циркуляциям в нем различных потоков воздуха, которые называют пранаваю. Йоги главным образом учатся управлять воздушными потоками в своем теле. Таким образом, душа поднимается с уровня одного круга, по которому циркулирует жизненный воздух, на другой, до тех пор, как они достигают Брахмаранхры — самого высокого воздушного цикла. Достигнув его, совершенный йог обретает способность по своему желанию перенестись на любую планету Вселенной. При этом он должен покинуть одно материальное тело и войти в другое. Однако высшее совершенство обретает то живое существо, которое способно раз и навсегда расстаться с материальным телом, о чем говорится в этой мантре. Такая душа входит в духовную атмосферу, где получает тело совершенно иного типа — духовное, неподверженное изменениям и неподвластное смерти. Харикришна В этом параграфе описывается то, как душа эволюционирует, происходит эволюция сознания в души, и она переселяется из материальных тел одного типа в другую. И мы видим, как душа поднимается с низших уровней жизни, когда все было покрыто водой и живое существо бывало в теле рыбы. Но постепенно вода испарялась, и стали програстать различные растения. Итак, живое существо из форм жизни, таких как рыбы, которые обитали в воде, в океанах, и потом переселялись в такие формы жизни, как растения. И растения поедали, и после этого живое существо могло попасть в тело насекомого и червя. И насекомые, птицы поедают насекомых, червей, и живое существо впоследствии может приобрести форму птицы. И после жизни в теле птицы наступает жизнь в теле животного. Затем из тела животного, можно упасть из человеческого тела. Итак, человеческая форма жизни, наше сознание и чувства, они не так покрыты, как в животном теле. В человеческом теле, человеческой форме жизни, есть возможность для живого существа больше узнать и вопрошать о смысле жизни. Это человеческая форма жизни очень важна, так как это возможность вырваться из проговорота рождения и смерти. Это возможность для нас развить духовное тело. В материальном мире, материальная природа заставляет живое существо менять тело из его стремления к разным видам чувственных наслаждений. Различные виды жизни, начиная от микробов и кончая с существами, обладающими совершенными материальными телами, такими как Брахма и Полубоги, олицетворяют такого рода желания живого существа. Все живые существа имеют материальные тела различных форм, и разумный человек видит их единство не в разнообразии тел, а в духовной природе живых существ. И в теле свиньи, и в теле Полубога находятся одинаковые духовные искры, являющиеся неотъемлемыми частицами Верховного Господа. Живое существо получает различные тела в зависимости от своих благочестивых или греховных поступков. Человеческое тело находится на очень высокой ступени развития и обладает полностью развитым сознанием. Согласно Бхагавадгите 7.19, самый совершенный из людей после многих и многих жизней, посвященных познанию истины, предается Господу. Процесс познания истины достигает кульминации только тогда, когда познающий вручает себя Верховному Господу, Вас и Дэй. Иначе даже тот, кто постиг свою духовную природу, вынужден будет снова упасть в материальную атмосферу и оставаться в ней до тех пор, пока не осознает, что живые существа являются неотъемлемыми частицами целого и никогда не смогут стать целым. Более того, эта участь ожидает даже тех, кто слился с Бхрамаджиоти. Более того, эта участь ожидает даже тех, кто слился с Бхрамаджиоти. Открышки. Итак, Шрила Прабхупада описывает, говорит о том, как живые существа являются. Существо принимает тела в зависимости от своих желаний. Но, несмотря на огромное разнообразие форм жизни, есть единство. Хари-Бол? Хари-Кришна, слышно? Хари-Бол? Киртида, я не знаю, что случилось. Я не могу вас слышать. Хорошо. Хари-Кришна. Хари-Кришна. Хари-Бол. Хари-Кришна. 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 Окей, теперь я вернусь. Окей, Харикаршна. Я должен вернуться вновь. Хорошо. Павлупат рассказывает о том, как perfect man has to surrender himself to Lord Vasudev. То есть мы говорили о том, что все живые существования, смотря на многообразие форм, обладают единством. Это духовное единство. Духовные искры индивидуальны. И Аширпопад говорит, что совершенное живое существо, совершенный человек, он должен отдать себя, предаться Vasudev, Верховному Господу. Если мы не сделаем это, то нам придется принимать тела различной формы. И эти формы будут зависеть от того, какие поступки мы совершаем. Если мы совершаем благочестивые поступки, мы попадем в хорошие. Если не благочестивые поступки, то в плохие. И мы хотим подняться на платформу знания, откуда мы сможем полностью предаться Господу. Мы должны прийти к этому пониманию, что мы не являемся Верховным Существом, но являемся неотъемлемой частичкой Верховного Существом. И Аширпопада говорит, что даже если мы поднялись до уровня безличного Брамаджиоти, то непременно мы опять попадем в материальный мир. Но если живое существо находится в сознании Кришны, оно может попасть в Духовный мир, подняться на Духовные планеты. Как мы уже знаем из предыдущих мантр, Брамаджиоти, исходящие из рациентного тела Господа, состоит из духовных искр. У духовных искр, наделенных развитыми индивидуальными самосознаниями, иногда возникает желание удовлетворять свои чувства. И потому они попадают в материальный мир, где, подчиняясь диктату своих чувств, становятся мнимыми господами. Желание господствовать – это материальная болезнь живого существа, поскольку околдованное материальными наслаждениями оно вынуждено переселяться в этом мире из одного тела в другое. Слияние с Брамаджиоти тоже не свидетельствует о зрелости знаний живого существа. «Только полностью предавшись Господу и развив в себе склонность к духовному служению, можно достичь высшего совершенства». Продолжение следует... 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 наполнена духовными живыми существами, искрами и дальше Прабхат говорит о том, что каждое живое существо желает наслаждать свои чувства. Некоторые попадают в материальный мир и в соответствии со своей квалификацией они наслаждаться этим материальным миром. Некоторые живые существа попадают в безличные энергии Господа и они наслаждаются там чувством единства с Господом. И слиться сиянием Брахмаджиоти, как говорит Шрилл Павупада, это не свидетельствует о зрелости знания этого существа. Матурное знание является вернуться к Кришне. В этой мантре живое существо молит дать ему возможность, покинув материальное тело и расставшись с материальным жизненным воздухом, войти в духовное царство Бога. Преданный молит Господа вспомнить все, что он сделал и все жертвы, которые он принес, пока его материальное тело не обратилось в пепел. Он возносит эту молитву в момент смерти, помятуя обо всех своих прошлых деяниях и сознавая свою конечную цель. Тот, кто находится под властью материальной природы, в последний момент вспоминает все гнусные поступки, совершенные им за время существования его материального тела. Поэтому после смерти он получает другое материальное тело. Бхагавадгита 8.6 подтверждает эту истину. О, Сын Кунти, о каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, того состояния он и достигнет в следующей жизни. Так, в момент смерти ум живого существа переносит его вместе с его наклонностями в следующую жизнь. Харе Кришна. Так что девоте спрашивают к Богу. Так, преданный молит Господа, чтобы тот вспомнил все, что он сделал для него, чтобы войти в Царство Бога. Но кто-то, кто контролирует материальной природы, они просто помнил все, что он сделал для него. Но те, кто находится под контролем материальной энергии, вспоминают только греховные поступки, которые совершили. И в результате после смерти, в результате своей греховной деятельности, после смерти получают другое материальное тело. Но тот, кто находится в сознании Кришны, возвращается в Царство Бога. Окей. В отличие от примитивных животных, чей ум не развит, умирающий человек может помнить поступки, совершенные им при жизни, которые проплывают в его памяти, подобно с нам. Поэтому его ум даже в этот момент сохраняет материальное желание, лишая его возможности получить духовное тело и войти в духовное Царство. Однако преданные, служа Господу, развивают в себе любовь к нему. И даже если преданный не вспомнит в момент смерти о своем служении Богу, Господь не забудет о нем. Эту молитву возносят, чтобы напомнить Господу о жертвах, принесенных преданным. Но и без такого напоминания Господь не забывает о служении своего чистого преданного. Кари Кришна. Кари Кришна. Окей. So the animals, they don't have a very developed mind, like the human beings. Животные не обладают таким развитым умом, как человеческое животное существо. Мы можем помнить то, чем занимались в своей жизни. И в уме сохраняются воспоминания о тех поступках, которые мы совершали в детстве, во взрослом, будучи взрослыми. И все это потом вспоминается в момент смерти. So the devotee wants to develop some love for God by doing devotional service. И преданный желает развить любовь к Господу, совершая преданное служение. And Prabhupada says here, said, even if it's the time of death, if a devotee doesn't remember all of his activities, which he did for Krishna, Krishna does not forget him. Yeah, we may wonder what happens, you know, if somehow a devotee is so busy doing service, he doesn't remember the Lord. But he's working so hard, trying to do many things for the Lord. So what happens to that devotee? Я могу задать сейчас задаемся вопросом, что будет, если преданный так сильно занят служением, что он не может помнить о Господе, но он выполняет столько служения, так трудится усердно для Господа, что будет в момент смерти? So at the time of death, the Lord doesn't forget the devotee, even though the Lord, the devotee may not be able to remember the Lord, the Lord doesn't forget the devotee. So that's the Lord's transcendental reciprocation with his devotee. Okay, we'll stop here today, and we'll take questions. На этом моменте мы сегодня остановимся и послушаем, есть ли вопросы преданных. Преданные, есть вопросы? Ага, Харе Кришна, дорогие преданные, дорогой Гуру Махараджи, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны со словами Шири Папапади. У меня такой вопрос. Если йог или имперсоналист старается остановить деятельность своих чувств, то как же он тогда наслаждается в Брахмаджиоте, потому что мы же наслаждаемся с помощью чувств? Ага, Харе Кришна, дорогие Гуру Махараджи, дорогие Девотец, please accept my humble abyssin, со словами Шири Папапапада. Гуру Дев, йоги, or impersonалист, try to stop the activity of his senses. But how can he enjoy in Bрахмаджиоте, because we enjoy by our senses? So, I don't understand your question. How can we enjoy the senses? No, Гуру Дев, йоги, or impersonалист, he try to stop the activity of his senses. He try to get rid of senses at all. And how can he enjoy in Bрахмаджиоте, because we enjoy by senses? Well, he enjoys in the Bрахmadyoti in the sense that there's no suffering there. So that is his enjoyment, that there's no suffering. Итак, наслаждаются они тем, что не ощущают страданий. Они наслаждаются в Брахмаджиоте отсутствием страданий, чувством отсутствия страданий. Он считает, что отсутствие страданий является счастьем. Но на самом деле это не является счастьем. Можно еще уточнить? То есть, если йог, допустим, или impersonалист, чувствует слияние с Брахманом, то получается, что это просто отсутствие страданий. Так что, Гуру Махарадж, если йоги или имперсоналисты чувствуют слияние с Брахмаджиоте, с Брахманом, то есть нет страданий, да? Да, нет страданий. Да, это отсутствие страданий. Так что, это не настоящий наслаждение, не настоящее наслаждение? Правда. Ага, окей, спасибо большое, Бурдек. Харе Кришна, Маджи Вериндаван Лила. Маши вопросы? Харе Кришна, Гуру Махараджи, здравствуйте. Я думаю, неспокойся вас. Вас плохо слышно? Так слышно меня? Харе Кришна? Спасибо. Дорогие преданные, дорогой Гуру Махараджи, примите поклоны, пожалуйста, мои смиренные. Вопрос такой. Я слышала, что в лекциях по Шримадбагаватам, что Джива начинает эволюцию с Брахмы. То есть, первое рождение оно получает полубогов, то есть, когда после падения с духовного мира. И падает всё ниже и ниже, если остаются желания господствовать. Можете объяснить, как эволюция Дживы может идти? То есть, она может и с низших, так и с высших форм жизни. Харе Кришна, спасибо. Имеется в виду, как может идти эволюция, то есть, либо с низших, либо с высших, да? Двумя этими путями. Ну, или двумя способами может такое быть. То есть, снизу и сверху. То есть, как оно... Харе Кришна, Деогур Махарадж, и все, что, пожалуйста, пожалуйста, махамбалабейсенцы. Спасибо за эту возможность услышать трансценденталентированность от вас. В одном из лекций, я слышала, что Джива начинает его эволюцию с Брахма. Это означает, что первое импирство в Брахма, после того, чтобы он был из семей, и тогда... Он идет слабее и с ней, если он имеет материалele desires. can you explain the way of evolution of living entity from can it be from the high position or from the even low species of life or both yeah it can be both it depends on you know some souls are coming from the spiritual from the higher level and some other souls are coming up from lower levels so you were saying some living entities may come first as lord brahma right they come first from the spiritual realm and they may take birth as lord brahma they made service a lord brahma in one of the universities but some other soul has been down and maybe in yamaloka maybe being punished by yamaloka and they're coming up gradually coming up to the human form of life some living beings were punished by yamaloka and they rise from brahma loki to the human form of life so it's not the same for every soul because time is eternal so some souls you know some souls are coming into the material world and some other souls have been here in the material world a long time ах люди for each one bloom shadows and live ones like your master and the human beings are becoming the less so like your spirit of the human beings come back into the material world moving onto the material world and other human beings come back into the material world TIME То есть полубоги спускаются с дождём, в зерно входят, и человек съедает, как бы мужчина, семя попадает живо. А как вот с низших планет воплощаются? С помощью какого способа? Кришна. Я просто хочу сказать, что мы слышали, что деми-годцы, о падении деми-годцов из высших планетов, с дождем, они воплощаются в гране, и потом они воплощаются в человеческом теле. Но из-за низших планетов, как из-за низших планетов, как из-за низших планетов происходит? Что случится, если они приходят из-за низших планетов? Ну, если они приходят из-за низших планетов, то они воплощаются вверх. Правда? Они могут приходить сначала как-то животное, и потом, в некоторых временах, они воплощаются в человеческую форму жизни. Из-за низших планетов, то есть они могут попасть в тело животного, и затем постепенно эволюционировать до человеческой формы жизни. Это просто означает, что они приходят из-за низших планетов, и может, они берутся. В этом случае, которые будут переехать в животное, которые будут быть как-то животные, которые будут верны в животное. Или даже будет вернее, или даже будет вернее. и в человеческом теле, они могут быть заданы возможность получить участие, или они могут быть нецивилизованы, мы не знаем. Ну, поднимаясь в низших планет, они могут попасть, живое существо может попасть в тело растений сначала, затем у него будет животное, возможно собака, затем попадают в тело человека, и можно даже получить возможность получить образование, а может быть в каком-нибудь далекой цивилизации в форме человеческой. Скорее всего, мы сами прошли через все эти формы жизни, просто мы этого не помним. Теперь мы получили человеческую форму жизни. Ну, то есть с низших планет Джива не выбирает, ее помещают в какое-либо тело согласно ее карме, да? Таким образом, мы можем сказать, что Джива не может выбирать тело из нижней планеты. Он просто поднимается в тело, согласно своей карме. Да, точно, это определенно. Харе Кришна, спасибо большое. Харе Кришна, Гуру Махараш, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Вот у меня тоже по этому вопрос. Получается, вот мы читали сегодня, что живое существо меняет тело из-за стремления к разным видам чувственных наслаждений. И когда, допустим, рождается кошкой, то она там, не знаю, были желания, чтобы поспать, не знаю, короче, не знаю, что там у кошки за желание. Вот, а когда человеком рождаешься, там какое желание? Потому что, ну, не все же могут исполнить все свои желания. То есть, мне вот непонятно немного, что человеком родился, значит, какое у тебя желание будет в момент смерти? Такой у меня вопрос. Харе Кришна, Гуру Махараш, Присокса Махамила Бейсенсис. Мы сказали, что живое существо у нее становится живой, у него живое существо по существа, у него с ней нужно свой желание. И если человек, то он живи в себе, то он будет leben очень сильно, то что он должен быть живой, и ни с чем, чтобы мы становимся не за ugh, а живое существо, существует? become a human what should be desire what desire should be at the moment of the death to become a person well we're always persons but we're in different bodies we're always individuals now to get the human body now to get the human body we have to get rid of a lot of karma in order to if we're coming up from the lower levels we're coming up from hell maybe we were in yama loka and we were punished in yama by the god of death and then we're put into a lower form like a tree or a plant and then we become an animal and then we get rid of that karma you know you have to you have to live in that body for some time to 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 work off that karma and when the karma is finished then you may be given the human body of course in the human body we also have some karma but it's better karma than an animal so we are individuals to be individual and individual parts but to be from the lower form of life to human form of life we must be of karma so we were first on the lower planets maybe on the Ямалоки, были наказаны Господом Ямараджем за какие-то грехи. Затем мы попали в растительную форму жизни, затем в животное тело. И мы избавляемся таким образом от кармы. Чтобы избавиться от кармы, мы должны пребывать в таких телах. Нам приходится пребывать в таких телах. И затем мы попадаем в тело человека. Конечно, в человеческом теле у нас тоже есть карма, но она не такая тяжелая, в более низших формах жизни. Маджих Владимирович, отвечает на ваш вопрос? Да, а вот я слышала, что если получаешь, допустим, женское тело, значит, возможно, в прошлой жизни был мужчиной и думала о женщине. Это так? Спасибо большое, Гору Махарадж. Я слышала, что если мы получаем о женщине, то есть это означает, что в прошлой жизни мы были мужчины и думали о женщине в момент смерти. Это правда? Ну, это возможно, но это не абсолютно необходимо для всех. Обязательно. Харикришна, Маджих Владимирович, отвечает на ваш вопрос? Да, спасибо большое, Харикришна. Спасибо, Гору Махарадж. Харикришна. Следующая вопрос? Да. Харикришна, Гору Махарадж. Харикришна, Маджих Владимирович, очень приятный вопрос про божество. Есть ли какая разница, что у преданного есть влечение к разным проявлениям Кришны? Гауранитай, Джаганатх, или это всё сентименты, я имею в виду на начальных этапах? Надо, чтобы Гуру дал их нам, в божество, кому служить и иметь кому влечение Харикришну. То есть, если у нас самих какое-то влечение, то является ли это сентиментами? А Гуру, надо нам говорить Гуру, как в Гаганатху или Шрадху, или там. Да, то есть мы сами спрашиваем, он говорит, ты служит Гауранитай, ты служит, например, Джаганатху. Ари Кришна, Гуру Махараш, и девочек, как я сказал, Махарана, ваесенцы. The question about the DJs. Is there any difference in... Сейчас. So, for example, a devotee has a desire to worship different forms of Krishna. For example, some devotee choose Джаганатх, some Гуранитай. Can we choose, for example, we have somebody's desire to serve this or that kind of form of Krishna. is it sentiments or Maharaj, Guru should say to us to which form of Krishna we should what form of Krishna we should worship or we can choose ourselves. You can choose yourself. Преданный может сам выбирать. If you're inspired from the heart, Krishna is inspiring you to worship a particular form of the Lord, then you can do it. Если Krishna вдохновляет вас в сердце служить определенной форме Господа, то вы можете это делать. If you're going to have people like Lord, I don't know. Some people, sometimes it happens that the spiritual teacher may give a particular deity to the devotee and in this way he encourages the devotee to worship that deity. But it's not necessary in every king. Иногда случается так, что духовный учитель сам может дать ученику наставление поклоняться определенной форме Krishna и вдохновлять его на это служение. Но это не обязательно. Отвечает на вашем рассмотре вражерании? Можно уточнить. То есть если я сейчас хочу поклоняться определенной форме Божества, я могу его просто позвать и всё. То есть угуру спрашивать не обязательно. если есть посвящение или даже нету, да? В моем случае например, если есть посвящение. в моем случае я имею инициативу и если я хочу проживаться какой-то дитой, могу просто сделать это? Или я спрашиваю Махараджу духовного 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 учителя я продолжу служить. Но если я уже получил это знамение я должен спросить первое. Да, так. Ну да, примерно так. Если вы не знали, то ничего страшного, но вы можете потом спросить духовного учителя, обратиться к нему, чтобы получить какую-то санкцию, уточнить, правильно ли вы поклоняетесь или нет. Следующий вопрос Александр Парву. Харе Кришна, Ваше Святейшество, пожалуйста, примите мои поклоны. Вопрос про… Вот в этой мантре преданный просит сжечь его бренное тело дотла. А это же очень схоже вот с этой мистической йогой, когда… Ну вот пример был недавно, мы проходим с Дритараштрой, к нему пришёл его брат Видура, и он вдохновил его покинуть дом, покинуть эти мир чувства наслаждения и расстаться с этим телом правильным образом. Может быть, эту мантру можно и трактовать, как… Ну, как объяснить с точки зрения мистической йоги? Я не знаю, я правильно как-то вопрос задаю. Понятно? Не знаю. Я пока попробую перевести, что-что услышала. Харе Кришна, Махарач, please accept my humble obeisances. Сегодня мы читали эту мантру, 17-ую мантру, и это было сказано, что девушку просил его тело дотла. И это же как-то, как в первом кенте, в Швардбагаватам, где Дритараштра и Видура были поговорить, и Видура inspired Дритараштрой, чтобы оставить этот материал. Витараштрой, который проводил его тело с помощью мистической йоги, и эта мантра, эта манта, эта манта, которая просил его тело с помощью мистической йоги, которая просил его тело с помощью мистической йоги. Идея в том, что во время смерти тело, оно будет уничтожено, превратится в пепел. Дритараштрой, они понимают, что смерть приближается, и тогда они возносят молитву Господу, пожалуйста, вспомни все, что я сделал для тебя. Дритараштрой, что мы должны думать, что мы должны думать, что я делаю для Бога, что я делаю для Бога, и когда рано или поздно нам всем придется столкнуться со смертью, и в этот момент мы должны развивать такое умонастроение, мы должны молиться Господу такими словами, что вспоминать, что мы сделали для Бога, просить его, вспомнить все, что мы сделали для него. Если мы не делали ни сих пор, то в часа от смерти, мы должны чувствовать себя, что я не делаю ни в чем в жизни. все, что я делал, были плохие вещи. Так что, люди, которые не сделали ничего хорошего, они обязательно должны приходить снова в этот материальный мир. И они должны принимать родину, может быть, в Ямалоке или в какой-то холле. Если мы не совершали никаких жертвоприношений в течение жизни, то в момент смерти у нас может возникнуть чувство вины о том, что мы ничего хорошего-то и не сделали, а только грешили. И в таком случае человек возвращается в этот материальный мир, и он рождается на Ямалоке или на других каких-нибудь адских планетах. И каждый, кто слышит эту молитву, у него возникает мысль, что лучше я пойду и совершу какое-нибудь жертвоприношение. даже кто-то это не совершил ни в чем-то ни вfunете, и также у него нет никакого любогоred. И даже если кто-то ничего не делал, он не совершал жертвоприношения никаких, не давал пожертвования, но он слышит эту молитву, у него возникает мысль, что лучше я возьму что-нибудь сделаю для того, чтобы подготовиться к следующей жизни. Идея заключается в том, что, смысл этой мантры в том, чтобы вдохновить других совершать жертвоприношения. Окей. Я почему спрашиваю? Потому что я слышал, что мистическая йога, она заканчивается, но те, кто стремятся к освобождению, они могут вот эти там все описанные действия выполнить. И в конце концов, они сами сжигают своё тело, может быть, здесь просто как призыв, может быть, это какие-то мантры, которые запускают вот именно вот этот процесс, когда они там вот эти все свои энергии поднимают куда-то там, последнюю там чакру или куда-то там, ну, уходят из этого материального мира, ну, и сжигают это тело. Я вот как-то просто, у меня эта аналогия всплыла. Ну, это не то, да, получается? Подождите. То есть, как-то надо, для меня нужно как-то поконкретнее, я уже не знаю, что переводить. То есть, вам это напомнило то, что эта мантра как призыв для кого? Для йогов или просто призыв, что сжечь своё тело? Простите, что-то я не понимаю. Ну да, это как призыв к Богу просто, чтобы он, вот это материальное тело физически прямо, ну, то есть, человек уже подошёл к этой черте, он готов уже выйти, ну, как бы, с этого материального мира, и он просит Господа, чтобы он, ну, в конце концов, и сам изжёг это тело, то есть, вот, ну, как элемент мистической йоги, мне почему-то это так нравится. Я спрашиваю, потому что это напомнило, что Реводи говорит, что он готов, и он просит Господа, и он просит Господа. Это напомнило, как Мистик Йоги. I'm sorry, I couldn't hear what you said, Киртина, there was noise here. I'm sorry, I'll try to speak a little bit louder. Александр Пабу is asking, because this mantra reminded him that it's like a devotee who is ready to leave this world, asking for the Lord to burn his body, and it reminds this element from Mystic Yoga. Yeah, all right, yeah. Just like Sati gave up her body, Mystic Yoga, she burned her body by her own meditation. Даже как Sati, Sati, она использовала Мистическую Йогу, чтобы с помощью медитации сжечь своё тело. Next question? Yeah. Моджи Виндавр Лил, у вас рука поднята, вы добавили что-то хотите? Харе Кришна, спросите, можно ещё вопрос задать? Я в чат спросила. А, сейчас минутку. Конечно. Вопрос такой. Мы собираемся на Намахате каждую субботу по милости. Я заметила, что первое любопытство они прошли, и дальше, чтобы люди вовлекались, могу ли я, пока вкус к чтению у них ещё такой вот прям не появился, могу ли я их задействовать в подготовке каких-то коротких лет на тему, которая им интересна, например, в рамках самосознания, ведических знаний, чтобы они вот непосредственно увлекались. Можно так делать? Ну и благословите, пожалуйста, на марафон. Санкертаны, Швил Прабхупады, Игорь Кришна. Харач, я просто хочу спросить, если у новых людей, которые приходят к Кришна-каншизнению, они не получают свой вкус для читать, в прμεинганные черные, могут ли я institуя, try to engage them, и inspire them to prepare some short lecture о том, lovers Including for some self-consciousness и ведик �едок. для них, чтобы они в этом участвовали в этой части и для них не только слышать, но и участвовать в любом случае кто это? извините? кто это? да, да за него это люди это люди у всех на Харинама они знают они регулярно но они должны быть conscient как�-либо Но они должны быть очень внимательными к тому, что они собираются преподать, о чем они собираются говорить. Это может быть что-то имперсональное, какую-то тему затронуть, или поэтому это может быть непонятно для других. Но если они будут готовиться на основе книг наших, тогда нет проблем. Ну да, да, я дала, например, 2.16, подготовить, послушать лекцию Шива Прабхупады, подготовиться просто, провести лекцию, ну и вот повлекать вот так их, Харе Кришна, ну и что-то там свое рассказать, о чем они вдохновлены. Да, я попросила их, например, подготовить лекцию, по поводу 2.16 Бхагавад-гита, и поделиться впечатлениями и реализации. Хорошо, тогда все хорошо. Ари Кришна, дорогие преданы, есть ли еще вопросы? Ари Кришна, Гори Махарас, seems there are no questions. Ари Кришна, Гори Махарас, seems there are no questions. are you okay yes i'm okay thank you okay so you want to talk to me privately yes i would love to okay so after we hang up and you can talk to me thank you karee krishna karee krishna karee krishna karee krishna